Перспективную транспортную схему презентовали две недели назад. В течение месяца можно вносить предложения и корректировки. Уже поступило более трех тысяч обращений. Одни в панике. На схеме нет привычных маршрутов. Четыре заменят одним. Другие видят, что путь на работу станет с одной или двумя пересадками. Много вопросов, к примеру, по Кохме. Из поселка Мелиораторов, из местечка Сидеева, в Иваново не будет прямых маршрутов. В нашем районе нет ни аптеки, ни каких-то торговых центров. И мы закупаться ездим в Иваново или на рабочий поселок города Кохма. Теперь, чтобы добраться туда, нам нужно сделать пересадку. Нужно проехать через центр города. А к центру города у нас сейчас все чаще и чаще пробки в районе Шульского перекрестка. Еще тяжелее жителям поселка Железнодорожный. По новой схеме транспорт завершает поездку у станции Кохма. До поселка придется идти по обочине неосвещенной трассы. А сейчас у них есть удобный 135 маршрут. Оказалось, потери поселка на карте техническая ошибка. Транспорт ходить к ним будет. И в целом, что касается города Спутника, транспортную схему переработали. Корректировки вносятся и по другим районам. По сортировке тоже планируют рассмотреть другие варианты. У нас все маршруты практически не городские, а вот эти подвозящие. То есть нас вывозят с сортировки, с Лесного, с Митропанова. Вывозят нас всех на станционную или на вокзал. А дальше мы все должны будем пересаживаться. Это неудобно, соответственно, ни в плане материальном, ни в плане просто неудобно. Коэффициент пересадок с новой схемой действительно резко вырастет на 18%. Но все пересадки планируют сделать бесплатными. Мы обсуждаем сейчас механизм таким образом, чтобы пересадки все абсолютно в городе были бесплатными. Они будут по транспортной карте некой. Единственное ограничение, которое будет, два ограничения, которое будет, это некий временной интервал, мы его тоже посчитаем. Пока базово там от 40 минут до часа, вот где-то в этой вилке, то, что мы рассматриваем. И второе, это должен быть другой номер маршрута. То есть мы пересаживаемся на другой. Не так, что мы съездили в магазин и вернулись бесплатно обратно. На сегодняшний день обработана уже половина письменных обращений. Схемы корректируют с их учетом. На будущей неделе департаменты, разработчики готовы будут предложить еще один вариант. Поэтому мы так заранее стали обсуждать. У нас нет еще решений. Я поэтому коллегам и поручил. Как только первый самый черновик получится, сразу этот черновик выносить на обсуждение. Вот что коллеги сделали. Собираем сегодня обратную связь. Губернатор также попросил разработчиков носить изменения лишь в те маршруты, где без этого никак. И оставить все как есть, если есть такая возможность. То же самое и с нумерацией. Оставить по максимуму привычные цифры. Параллельно с обсуждением схемы просчитывается экономическая модель преобразований. Присматривается транспорт. Ведь предполагается, что на магистральных маршрутах будут работать автобусы большой вместимости. Пока у нас в городе таких нет вообще. Татьяна Прокопенко, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Продолжение следует...